Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Итак, мы начинаем. У нас в гостях сегодня орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Итак, звоните нам, уважаемые радиослушатели, по телефонам. 6-7-200, вы не знаете? 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, правильно? Сказал Мария с закрытыми глазами, совершенно верно, да. И мы будем ждать ваших звонков. До конца этого часа, пожалуйста, задавайте любые вопросы. Давайте начнем с перелетных птиц. Вот они сейчас возвращаются в родные края, начинают петь красивые песни, вить гнезда, выводить пенцов. В общем, самая прекрасная пара, да? И заселять скворечники, которые мы два дня строили, были в очереди в зоопарке. Период возвращения перелетных птиц, он какой? Продолжительности. С какого по какой месяц они возвращаются к нам? Ну, надо сказать, три месяца возвращаются, потому что это начало уже в феврале. Я посмотрел чуть-чуть статистику. Первые перелетные птицы в Латвии за последние пять лет, четыре года регистрировались в феврале. Ну, и самые последние прилетят в середине мая. Ну, вообще, как-то кажется, что вроде бы раньше они начинали с марта. Нет? Не потеплело? Всегда в феврале прилетают? Нет, всегда было в марте, начало марта. Ну, конечно же, все меняется. Ну, и климат, и зим таких уже холодных нет. И, конечно же, улетают позже и прилетают раньше. Если так еще пойдет, мы, наверное, не переживем, не доживем до этого, но, может, в будущем будет так, что и вообще улетать не будет какая-то часть перелетных птиц. Но, конечно, это те, которые зимуют в Европе, те, которые в Африку летают, те, конечно же, по своему графику в августе-сентябре улетели и в апреле, в мае прилетели. Те, которые зимуют в Европе, это кто? Это те же драздые скворцы, те же наши чайки, любимые всеми, да. А, они все-таки улетают. Я в Марису сказала, что они не улетают. Ну, редактор сказал, я не спорил. Их всю зиму видно вроде. Ну, надо сказать, что чайка много видов, не только серебристая та, которая гнездится на крыше. В центральном рынке, да. Да, ну, вот, скажем, озерные чайки, поменьше серебристые, с такой коричневой головой, которые сейчас везде кричат, летят. Вот они тоже перелетные, в принципе, птицы. Мы их интенсивно кольцуем птенцов. И прочтение колец у нас со всей Европы. И Португалия, Испания, Франция, то есть, везде-везде зимуют по всей Европе. И в марте, в середине они прилетают к нам. И сейчас у орнитологов немножко такое соревнование, кто больше колец прочитает. Потому что их на местах зимовок тоже вот этих озерных чайок читают, и читают, и кольцуют. И мы здесь тоже... Но их поймать еще надо. Ну, не буду рассказывать как, но все возможно. Скажите, а как давно продолжается эта тенденция, что птицы позже улетают и раньше возвращаются? Сколько лет уже? Ну, последних лет 10, наверное. Но это не такие глобальные перемены. Это по нескольку дней. Да, по нескольку дней. Туда-сюда. Но бывают и года, когда и в марте могут вернуться птицы. Так что все зависит от осени, и все зависит от весны. А это необходимо им улетать, если здесь будет, например, через 20-30 лет будет тепло, и они могут здесь? Это как-то влияет на потомство? Особо не влияет, хотя надо сказать, что перелет такое дело... Вот, скажем, птицы вернулись. Да, вот в этом году было очень хорошо видно. Вернулись жаворонки и чибисы, и пришла зима опять. Птицы опять улетели назад. Да, то есть здесь было много сообщений, что у нас есть они уже все... Пальстарт такой. Да, все радовались. И затем вот в конце марта, по-моему, был снег, что вид зима даже там 6 или сколько-то сантиметров. И на следующий день литовские коллеги сообщали, говорят, вот с Латвии летят большие стаи чибисы, жаворонков. Так что, в принципе, для птиц это нормально. Они могут прилететь, как только станет холодно. То есть 800 километров туда-сюда, это не проблема. Не расстояние. Так много они не летят, они, скажем, долетают до Литвы, если там тоже снег, холодно-голодно, до Польши, если там, то и дальше. Так что... Перемещаются короткими перемешками. Да, так что для птиц несколько сотен километров. Главное, чтобы было что покушать. Если они поели, здоровые... Хорошо, но зимой они улетают, чтобы покушать. А весной... А там же тоже есть, чтобы покушать в тех странах, куда они улетают. Да, почему они возвращаются? Но там есть и местные виды птиц. То есть там уже не может быть за много. То есть там есть местные птицы, есть птицы, которые тоже в те страны вернутся. То есть территория нерезиновая. То есть она всех не выдержит. Тех же птицы наши, которые в Африку летают. Там же тоже много африканских видов, поэтому... А африканские-то виды куда улетают зимовать? Нет, они там в Африке и есть. Поэтому наши вынуждены сюда. То есть это путем эволюции миллионы и миллионы лет все так делалось. То есть зимой африканские птицы готовы потерпеть наши? Конечно. А летом уже... А летом уже все. Странно. Хотя надо сказать, что... Вот все мы знаем аистов белых. Прошлого года аисты, которые вылупились из яиц, они родились, как они говорят. Они вот сейчас тоже будут весь этот год в Африке. Потому что зачем лететь, если в возрасте трех лет ты начинаешь гнездиться, зачем лететь в Латвию или вообще в Европу и затем опять в Африку? То есть тогда смертность будет очень большая. Поэтому, видите, в природе так все выдумано, что первый год они греются в Африке. На африканском солнышке. Это они сами, да, вот чувствуют так? Да, то есть это у них все в голове, и мы можем такие тенденции прослеживать. Но что у птицы в голове, этого мы так объяснить не можем. Надевайте наушники, у нас звонки. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня к вам такой вопрос. Не по перелетным птицам. Вот год назад, как раз накануне Пасхи со мной случилась такая ситуация, что я увидела ворону несчастную там. Она не могла лететь, лежала на земле. Я решила, в общем, как-то содействовать в ее судьбе, принесла ее домой. Она у меня неделю прожила, я увидела, что у нее деформированный клюв. То есть она клевать сама не могла. И я уже смирилась с тем, что птица будет жить у нас, потому что я понимала, что в дикой природе она не сможет выжить. Но она выбрала свободу, и как только она вот спорхнула с балкона, откуда ни возьми, появились другие вороны и забили несчастную насмерть. Скажите мне, почему они так к ней отнеслись? Откуда они узнали, что она тут есть? И вообще стоит ли вмешиваться, когда ты видишь, что вот одна птица бьет другую или нет? Ой, ну надо сказать, мне как орнитологу немножечко проще. Я на таких птиц, ну даже раненых, ну ладно, если это большая птица, общество поднялось, то, конечно же, я помогаю. Но, в принципе, я понимаю, что отбор должен быть. То есть, ну не каждая птица выживает, и это нормально. Но если птица погибает, то там уже пищевая цепочка, кто-то ее съедает, кто-то съедает того, кто ее съел и так далее, и так далее. Ну и надо сказать, что вороны довольно умные птицы. Если они вот забили вот такую несчастную с деформированным клювом, значит там есть... Ну я этого объяснить не могу. Ну какая-то логика. Да, ну какая-то логика есть, да. Так что таким образом они, ну может, чистят свои ряды, потому что, ну, каким-то образом понимают, что если вот такая ворона, у нее будет потомство, может и там будут такие же, ну, необычные вороны. Ну и как узнали, надо сказать, нам лишь всегда кажется, что птиц нету. И вот не зря говорят, если нашли гнездо птицы, не надо там в куст лезть и так далее. Потому что нам кажется, что никого нету вокруг, а поверьте мне, вороны, сороки, другие птицы, хищники, как только вы ушли от этого гнезда, все, придете через час-два, оно будет разорено. Так что нам лишь кажется, никого нету, а в действительности птицы везде и всегда. Еще звонки, пожалуйста. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я у себя на территории кормлю зимой синицы. У меня вопрос к вашему гостю. Во-первых, до какого срока их кормить? Вот сейчас еще надо продолжать или уже закончить? Потом прилетают, вы знаете, я не знаю, как эти птицы называются. На сосне они летом шишки клюют, зелененькие. Я их попугаями завожу. Они прям лучшат семечки, как вот попугай. И еще у меня в этом году во двор прилетел большущий сокол. Да, печальная история. Он забил у меня голубя. Но я ему дала его доесть, хотя рыдала там и плакала. Но сокол был роскошный. И потом прилетела соколиха. Это, представляете, в Майере, это в центре Майере. Это вообще-то было чудо. Там такой сокол был, я такого никогда не видела. Да, спасибо. Какие интересные истории у наших слушателей. Годские причем такие. Ну, сокол оказался не соколом. Скорее всего, это ястреб-тетеревятник. Действительно, они зимуют и в Риге, и вокруг Риги. Довольно в большом количестве. И, в принципе, в большинстве своем они оседлые птицы. То есть, никогда никуда не улетают. В Риге где-то 70 пар гнездятся. И, действительно, вот эти сизые голуби, которых мы все хорошо знаем, это самая любимая добыча их. Ну, во-первых, голубей... Непростая, да? Да, довольно еще много, хотя количество сократилось. Ну, и, хотел сказать, сокол, но это ястреб. Самец меньше, самочка больше. Так что, если у вас два ястреба ели голубя, ну, я вас поздравляю, это довольно, в принципе, не каждый день можно этого увидеть. Ну, что касается попугайчиков зеленых, ну, я, скорее всего, думаю, это чижи. Если это маленькая птичка, самцы действительно такие, ну, зеленовато-желтого цвета. Самочки, конечно, как всегда, более незрачные в птичьем мире. Все наоборот. Это у людей, я считаю. Ну, не скажем, самочки и женщины намного красивее мужчин и одеваются своеобразно. Ну, и синиц, кормить, не кормить. Я бы сказал, если кошелек позволяет, можно кормить, да, хоть весь круглый год. Но хотя сейчас уже синицы думают о потомстве, уже начинают те же скворечники занимать или дуплодеревьев, поэтому не кормите их. Кормите их в октябре, в ноябре, да. И надо сказать, что те синицы, которых мы кормим, это не все наши местные. Часть синиц, которых мы подкармливаем зимой, это синицы из европейской части России, финские синицы, эстонские. Российских синиц кормите. Да. Подумайте о последствиях. Ну, наших кормят, скажем, литовцы-поляки, да, ну, часть наших синиц. Ну, и есть часть синиц, которые никогда никуда не улетают. Так что синицы, как и, кстати, вороны, все время меняются, и нам лишь кажется, что это местные. Мы сейчас небольшую паузу сделаем и потом продолжим. У нас в гостях орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко. Новости и рекламу. У нас в гостях сегодня орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко. Мы говорим о птицах. Начали с тех, которые возвращаются в Латвию после зимы. Но и не только. Наши слушатели расскажут безумно интересные истории. Пожалуйста, звоните еще. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. Есть звонки, да? Ага, прямо. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Два вопроса. Первый. Все-таки действительно нельзя объяснить, когда можно кормить птиц? Только зимой или весной, или летом тоже можно? Мы с дочкой ходим, там, вешаем кормушки в лес рядом. И очень интересно наблюдать, что зимой, да, там видно даже по остаткам на снегу или там на земле, что они едят. А весной, летом практически никакого движения в кормушках. Может, мы что-то неправильно делаем? И второй вопрос, такой чисто. Меня очень эта мысль мучает последние несколько лет. Я один раз поставил машину в дворе, где жили, ну, такая действительно банда чаек. Она мне нагадила на машину так, что мне потом приходилось сполировывать это место, потому что ничем нельзя было отбыть. Да, вопрос. Вот посоветуйте всем честным автолюбителям. Такой самый, такая погадая птица в этом плане. Где лучше не становиться? Спасибо. Да, спасибо, Маша. Да, почему они вот эту машину, если со второго вопроса? Ну, вообще, не только эту машину. Ну, вообще, вопрос, конечно, сложный. Ну, начнем, наверное, с кормления. Продолжим к кормлению. В принципе, весной, ну, вот с апреля я бы не советовал кормить птиц до конца октября. Ну, осенью надо смотреть, какая погода, потому что в октябре может зима прийти. И, конечно же, зимой мы помогаем птицам, подкармливаем. Начиная с осени. Да, да, начиная с осени. А летом почему они не едят? Потому что уже много и насекомых. Птицы думают о потомстве. То есть, они уже привязаны к другим местам. И тогда уже разлетаются. То есть, уже не концентрируются в одном месте. Поэтому летом, во второй половине весны и в первой половине осени я бы кормить птиц не советовал. Пусть они занимаются потомством, чтобы зимой в кормушке больше птиц прилетало. Ну, про чаек надо сказать, что да, это проблема Риги. И, в принципе, надо знать. Ну, куда машину ставить, я не знаю. Где есть свободное место, там чаще всего люди и ставят машину. Нет, имеется в виду, какие птицы в этом плане самые вредные. Вот, слушатель спросил. Ну, вот чайки и есть, в принципе. Потому что баклана – это совсем другая птица, которая ест рыбу. На крышах она не гнездится, в принципе, чайки. И там, где вы знаете, что они гнездятся, ну, лучше всего над стоянкой какой-то навес сделать, да. Потому что проблема будет, и гадить они будут. У них нету таких туалетов, как у нас. Они не целенаправленно это делают? Вот они видят какой-то объект внизу, обстреливают его или что? Нет, нет, нет. Просто летит, ну, погадило, да. То есть, у них нету туалетов, как у нас. Захотел в туалет – пошел в туалет, да. Чайка-птица летит, да любая, не только чайка. Ну, конечно, захотелось, она это и сделала в полете. Просто ощущение, что вот они же не только над машинами летают, что они именно на машине, да, особенно, кстати. Ну, а это, я думаю, все-таки больше, ну, совпадение, чем какие-то тенденции. Ну, единственное, вот, как я уже сказал, если знаете, где есть колония чаек, на крыше, которые гнездятся, ну, не ставьте у тех зданий машину, если это возможно, конечно. Или возить с собой какой-то тентик такой. Да, или, да, чем-то действительно закрывать машину, ну, иначе вот. Ну, это же как-то, человек, это же связано... Чайка и деньги, да? Чем больше чаек, тем больше денег в кошельке. Нет, кстати, вот это... Не знаю, чем меньше, потому что слушатель сказал, что он полирал, а тему пришлось, конечно. Да, ну, обычно есть такое, да, поверье в людей, что если птица нагадила на машину, значит, к деньгам, да? Не только на машину, а на плечи. Ну, на плечи, даже орнитологам редко гадят с птицей, да? Так что, если кому-то не орнитологу нагадили куда-то, то, я не знаю, разоваться точно не надо. Про корм. Корм очень легко купить. В строительных магазинах продаются шарики. Но вот по моему опыту, у меня один шарик год висел. Никто его не ел. Чем он был наполнен? Да, да, да. Ну, у меня тоже был такой один случай. И, в принципе, кто-то из орнитологов высказал такую теорию, что надо смотреть, где эти шарики произведены, да? Ну, страна какая произвела. Если в Латвии и в Литве, скажем, что якобы активнее едят, может, там какой-то состав другой. Если это Западная Европа, что может состав этого шарика, ну, жировой шарик, там семена внутри, что может или жир другой, или что-то там другое, что вот хуже едят. Ну, так или не так, я не знаю. Ну, нужно два шарика. Да, но я всегда стараюсь вот либо латвийский, либо литовский взять. Тогда я их кушаю, и проблем нет. В общем, покупаем шарики и кормим их, кормим подкармливаемых. С середины весны до середины осени. Да, с середины осени. Нет, с середины весны до середины осени. Летом кормим? А, летом не кормим. С осени до середины. Прошу прощения, все запутали. Да, с осени до весны, да. Давайте еще звонок, пожалуйста. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А, подскажите, пожалуйста, вот такой вот вопрос. В последнее время начали появляться стаи дроздов, совершенно такие дикие оголделые, которые нападают огромными стаями на отдельные деревья, к примеру, вот вишня красного цвета или черешня. Да, то есть откуда они появляются, что с ними делать. Сейчас в строительных магазинах можно купить, к примеру, сетку, которой можно накрыть. Вот все это вот дерево. Дерево, да. Вишнялый сад. Да, или целый сад. Но технологически это делать достаточно сложно. И дорого. Это потом его надо, ну, дорого, да, это надо, ну, потом каким-то образом снимать. Да, ну вот, да, вот, может быть, можете подсказать. Спасибо. Другой метод. Чучело. Что за дрозды такие? Ну, наверное, ну, дрозды, конечно, тоже много видов дроздов, да, но скворцы больше, конечно, едят. И если речь идет о второй половине лета, начале осени, то молодые скворцы, они не черного цвета, как сейчас мы видим у скворечников, да, а они такого сероватого цвета. Ну, и к осени они у них тогда линька, и тогда они уже превращаются во взрослых птиц. Ой, ну, эта проблема вечная, и она всегда будет, как защитить урожай, скажем так, вишни или что-то. Конечно же, сетку неудобно. Скажем честно, я у себя в деревне ничего не делаю, потому что я тоже пробовал сетку, но это надо лестницы, да, залазить. И все равно, поверьте мне, если внизу у вас останется хоть какое-то местечко, где может этот скворец или дрозь залезть, залезет и не один, и все равно, да, все съедят. Другие люди ставят диски. Компас-диски. Да, компас-диски, их подвешивают. Они блестят. Да, если солнечная погода, они блестят, и тогда действительно на какое-то время отпугивает вот этих птиц. Но птицы ко всему привыкают. Да, и сидят на чучелах. Да, ну, чучело вообще не помогает. Так что я бы посоветовал диски. И некоторые есть такие, ну, устройства тоже можно купить, что в какое-то определенное время раздаётся как выстрел. Ну, то есть, там, бух, ну, как выстрел из чего-то, да? Да, очень громкий. И тогда эта стая, если она там где-то рядом, она, конечно, улетает. Но, как я уже говорил, через какое-то время, через пару дней... Привыкнут. Опять привыкнут, да. Поэтому такого универсального метода нету, ну, защиты вишни, не вишни и всего остального. Поэтому надо, ну, экспериментировать. Да. Менять разные подходы, да? Да. А сетки, действительно, если у вас одна вишня небольшая, можно накрыть, если там их несколько, то, ну, маленькая дырочка и всё. А какие-нибудь там звуковые отпугивающие, ну, кроме выстрела, там какие-то вот разбуки, там, не знаю. Я иногда советую голоса птиц ставить, но когда они волнуются, скажем, тревоги. Да, как на нашем памятнике. Да, но, поверьте мне, это вам надо провода или батареек очень много и, ну, не знаю, стоит ли это. А если повесить там этот, как называется, решётка какая-то, ой, господи. Кто? Ну, где попугаи живут, бедные. Клетку? Да. Если повесить клетку и туда посадить пару дрождов. Ну, и чего будут сидеть? А ещё вешают резиновую, ну, копию, чучело. Женщину. Не видел. Чучело птицы вешают. Не-не-не, это не поможет. Как будто мёртвая. Тоже не поможет? Нет. Иногда мёртвую птицу, это раньше было распространено, что хищную птицу. Ну, это когда куры были. Хищная? Ну, когда куры были, чтобы другие хищные птицы не летели, убивали одну хищную птицу, подвешивали на палке, есть, чтобы другие понимали, что туда лететь не надо. Но в наше время этого уже не делают. Да и куры. Представлю, что всё это на дереве вешают. И ещё и женщину, да? Слушаем вас, пожалуйста. Да, здравствуйте. Могу поделиться своим опытом. О, интересно. Да, у меня супруга сделала из папье-маше чучела кота, а я ему ещё на голову отдел бейсболку. Вот я не знаю, что больше отпугивает их, общий вид или бейсболка. И всё нормально. Ну да, и компонистки Стаса Михайлова повесить, точно будет отпугивать. Да, так что, видите, главное экспериментировать, и всё удастся. Потому что одного способа действительно нет. Так что можете и котиков делать. Что касается аистов, которые прилетают. Сейчас вот как раз апрель, да? Они в апреле прилетают же, да? И кто раньше, белые или чёрные? Ну, раньше прилетают белые. Белых, в принципе, намного больше. Белых 11 тысяч пар в Латвии гнездится. Чёрных где-то 300-400 пар всего лишь. Так что во много раз меньше. И прилетели первые белые аисты в этом году уже 12 марта, заметили, да? И сейчас, если вы видите гнёзда, и там стоит один лишь аист белый, не надо волноваться, поскольку у аистов сначала прилетают самцы, а затем уже через недельку 2-3 самки. Поэтому, если видите одного, не надо волноваться. Мне уже несколько человек писали, что вот поехал там к себе один аист, ну что же, где же второй? Ну, второй в пути, так что. И улетают тоже. Сначала улетят самки, и последние улетят самцы. Ну, это в августе уже будет. Ну, и чёрные прилетают попозже, и первые в этом году чёрные аисты прилетели в конце марта. А почему они позже прилетают? Они дальше улетают или как? Нет, просто их поменьше. Я думаю, если бы белых аистов было тоже очень мало, 300, то явно бы не прилетали бы так рано. И чёрный аистов, он в принципе улетает 100% в Африку, а у белых аистов идут изменения различные. И даже считается, что часть белых аистов, ну, мы не знаем, это латвийские, не латвийские, начали зимовать в Южной Европе, на свалках, скажем, да. Так что, может быть, со временем, опять лет через 100, будет так, что какая-то часть популяции белых аистов будет зимовать на тех же свалках-полигонах в Южной Европе, и часть будет улетать в Африку. Поэтому, если ты зимуешь ближе, то, конечно, ты раньше прилетишь обратно. Я быстро про аистов. А какие, естественно, в природе есть первые враги у аистов? Ну, это, конечно же, человек. Ну да, это всегда. Потому что очень... Вот я одну статью недавно видел, что в Германии сфотографированы были несколько аистов со стрелой в спине. Ну, то есть, в Африке же не секрет, что кушают наших белых аистов, да? Затем это, конечно же, провода электрические. Ну, и из таких хищников это орлан-белохвост. Ну, почти единственный такой враг номер один. Да, в принципе, человек. А аист боится электрических проводов, да? Ну, он иногда летит и не видит, и просто влетает, да, и тогда всё. Особенно это касается взрослой птицы ещё, ну, поменьше, а молодые, когда учатся летать, ну, очень часто... Ну, или... Просто запутывается там, или это удар током, или что? Просто влетает, да, 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 да. Влетает, конечно, да, и это да. А сидят же птицы на проводах, и ничего. Ну, он касается двух. Да, он же летит большой. Из-за этого. Так, есть звонки уже, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем, здравствуйте. 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 Скажите, пожалуйста, а какие растения надо посадить в саду, чтобы зимой можно было любоваться снегирями? Рябину они съедают ещё, другие птицы съедают ещё осенью. Спасибо. Да, интересный вопрос какой. Ну, что посадить? Аронию можно сажать, да? Тоже сирень можно сажать, боярышник можно сажать. И, кстати, яблони тоже можно сажать, да? Ну, там, правда, снегирей не будет на них, другие птицы. Но, в принципе, рябина – это самое лучшее. Но надо сказать, что многие люди думают, что снегири – это прилётная птица. Хотя это обычная гнездящаяся птица в Латвии. Просто она гнездится в лесах, и летом мы их не видим. Так что то, что это прилётная птица, которая у нас зимует, – это миф. Поэтому сажайте всё, где есть какие-то ягодки. Если птица захочет, она к вам прилетит. Хотя вот могу сказать, что если на рябине все ягоды, другие птицы, те же дрозды и ещё несколько видов съели, это очень хорошо. Я посадил рябину, ну, в деревне, правда, у себя, вокруг лес. И так эта рябина стояла со всеми ягодами, ни дрозды, ни кто-то другой не съел. Поэтому радуйтесь, что у вас, ну, вот, такое разнообразие птиц, которые съели рябину. Пусть даже и не снегири. Слушаем вас. Здравствуйте. 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 А скажите, пожалуйста, у меня на лоджии живут сенечки. Да. Они свели гнездо, и сколько лет ещё они там могут жить, потому что я хочу её застеклить. И жалко как-то их, нет, ласточки, извините, разорять. Ласточки. Спасибо. Ну, сколько лет вечно они могут жить, потому что если место нравится. Ну, в принципе, надо сказать, что маленьких птиц, ну, они живут 2, 3, 4 года. Да, 4 года это считается уже очень много. А если вы хотите застеклить лоджию, то делайте это начиная с августа. С августа, и у вас есть вся осень. Застеклите, и тогда весной, конечно же, птицы, ну, не смогут свить гнёзда. Поэтому сейчас уже... Не придётся ничего разорять, да? Да, 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 да. Так что, да. Сейчас, правда, ласточки ещё не прилетели. Ну, вот из дня в день, я думаю, первые уже появятся в Латвии. Так что, ну, не успеете уже явно. Но вот, начиная с августа, сентябрь, октябрь, ноябрь, можете стеклить, делать так что... А ласточки откуда летят к нам? Тоже с Африки. С Африки? Да. Ласточки, да. Вот эти вот маленькие. Маленькие, конечно. Ласточки, когда прилетят, тепло наступит. Все с Африки. Ласточки говорят, что когда прилетают, уже тепло наступает, устойчивое. Ну, в принципе, да, потому что ласточки питаются насекомыми. Если погода ни туда, ни сюда, минус, плюс, минус, плюс, конечно, насекомых не будет. Как они в Африке чувствуют, что у нас тут потепляло? Ну, у них, они ориентируются по длине светового дня. Поэтому у них происходит щелчок в голове, начинают кормиться, покормились, жира запаслись, полетели. Фантастик. Потом опять, да. А те, которые зимуют в Европе, они, вот, как мы уже говорили, если тепло, то они уже начинают кочевать к нам. Да? Так что, ну, вот так. Еще звонок примем. Пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Я постоянно семечек подкармливаю. Вот, вот, обычно они семечки любят, конечно, но арахис, половинки особенно любят, да, арахис. За это они прямо на руку садятся, прямо с руки. В каждой семечке чувство характера. А спросить вот я хочу. Такие маленькие птички, может, тоже семится, их много видят. Ну, такие маленькие-маленькие, зелененькие, один пол, видимо, с этими перышками ярко-зеленые, а самочки, видно, они серенькие. И вот сейчас они в полметра от меня кушать, требуют, хоть вы говорите, что надо прекратить кормить. Они не справляются даже с семечками подсолнечными, а я им чищеные крошу, и вот они их и поедают. Так, эти птички очень адресивны даже между собой. Вот интересно, как они называются? Чижи или, может, тоже синички, их много разных видов. Ну, такие вот стайки, такие, очень красивые, специальные, подкармливаю, крошу. Мы поняли, да. И можно полюбоваться. Спасибо, да. Да, ну, я думаю, это те же чижи, потому что у них миграция начинается с конца февраля, и сейчас тоже очень активная миграция, и действительно самцы более красочные, как мы уже говорили, спутать нельзя. Ну, поэтому кормить, не кормить, это, как я уже говорил, сколько у вас финансов, и есть ли желание. Но, в принципе, я уже не кормлю, наверное, недели две, поэтому, ну... Ну, смотрите сами. Да, смотрите сами. Сколько мы людей счастливыми сделали. Да, и последний звонок на сегодняшнюю эту программу. Пожалуйста, слушаем вас. Здравствуйте. День добрый. Добрый. Жизнь как-то мечтал, а думал, что птицы летают только днем, перелетные которые, днем или поздно вечером. А тут как-то на прошлой неделе два дня подряд, часов, наверное, в 10-11 вечера, смотрю, утки летят. Они, скажите, у них какой-то график, они по графику опаздывают в свое место перелета или так? Да. Спасибо. Ой, извините. Извините, выключили вас нечаянно, да. Ну, надо сказать, что... Как они к ночному видению, да. Ну, надо сказать, что мало птиц, которые мигрируют только днем или только ночью. Они в основном могут и днем, и ночью. И около 70% всех перелетных птиц мигрируют именно ночью. Потому что ночью безопаснее, меньше хищников, взял направление и лети. А, вот как. Да, так что, да, так что то, что птицы днем только мигрируют, это, наверное, тоже опять очередной миф такой. Так что в большинстве своем птицы мигрируют ночью все-таки. Жалко птичку. На этом мы заканчиваем и ждем, конечно, все с нетерпением прилета ласточек. Да, в каком количестве они летят? Мне не могу, мне очень интересно. Вот как ласточки летят? Сколько их тысячи, две тысячи? Ну, первые будут единичные, затем будут стайки. Ну, так что, если найти место, где они ночуют, скажем, в тростнике, то можно несколько сотен, несколько тысяч увидеть. Да, так что надо знать места. Надо знать места. Места надо знать, да. Да, спасибо. Спасибо вам большое. У нас в гостях был орнитолог Латвийского музея природы Дмитрий Бойко. Спасибо и хорошего дня. До свидания. До свидания.